Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы проверим, сколько максимальных скачков может совершить Сюрикен БХ по героям, находящимся под траком. Я думаю, всем известно, что после недавней обновы Сюрикен будет перескакивать между теми целями, которые находятся под действием трака. Как вы видите, я здесь выстрелил целую дорожку из пуджей, которые находятся под действием трака. И сейчас мы будем проверять, сколько максимально Сюрикенов пролетит между этими пуджами. То есть мы запустим один Сюрикен в одного, и этот Сюрикен должен рикошетами подлететь до самого Ио, и в итоге его убить. Это будет неким флажком для нас, то есть если Сюрикен попал до него, значит он долетел. Сейчас мы доведем его до низкого уровня здоровья, чтобы Сюрикен его точно убил. Ну, я думаю, столько вот уже вполне хватит. Вот, также мне пришлось немножко пошариться в скриптах, чтобы увеличить длительность трака. Теперь я его сделал практически бесконечным, он очень долго, иначе это было бы недолго. Мне приходилось бы постоянно бегать всех, на всех кидать трак. Ну, и в общем, я думаю, вы поняли. Как видите, все пуджи сейчас находятся под действием трака. И давайте пробовать. Так, максимальный Сюрикенчик, пробуем его запустить. Так, вот пошел Сюрикен. Так, как вы видите, он достаточно быстро передвигается между всеми, и рейнш у него достаточно большой. Так, передвигается действительно он очень быстро, и... Так, посмотрим, долетит ли он до нашего Ио. Отлично. Долетел, но не убил. Ничего страшного, но теперь мы точно знаем, что Сюрикен, по сути, этот может летать, наверное, бесконечно, если рядом есть цель, которая находится под действием трака. Вот такие вот дела. Давайте еще раз попробуем сразу несколько запустить, интересно, что будет. Я не знаю, на самом деле, зачем мне записывают видео, мне просто интересно. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на это, что будет. Ага, как видите, он как-то начинает странно себя вести, и почему-то начинает идти по кругу вообще, непонятно как так происходит. Так, давайте посмотрим. Нажмем рефреш, попробуем еще раз по очереди, медленно. Так, а куда делся еще один Сюрикен, вот мне вот интересно, я запустил вроде как два. Так, в итоге летит один. Где второй, непонятно. Я не знаю, реально непонятно, куда девается второй, в конце концов. Давайте еще раз глянем. Так, раз, два. И теперь вообще никакого нету. А, нет, есть один, есть один. Как-то очень странно, на самом деле, себя ведет этот Сюрикен, который второй летит. Он, ладно, давайте досмотрим. Так, вот, вот так вот долетает. Он вроде как летит поначалу нормально, потом начинает что-то между вот этими двумя-тремя колупаться, и в итоге просто-напросто исчезает в одном из них, и вот он его поглощает. И в итоге остается один. Странное дело, странное. Давайте попробуем сразу большую пачку запустить, посмотрим, что будет. Так, как видите, даже анимация уже пропадает. Ну да, она просто пропадает. Так, и в итоге просто остается последний. Или самый первый, который мы запускаем. Очень странно, на самом деле. Так, ну в итоге, да, долетает. Все хорошо. Так, ну что, вроде с этим мы решили. Летать он может бесконечно. Но, чтобы до конца убедиться, я думаю, все-таки я продолжу свои тесты, и вернусь уже к вам. Мы продолжаем тестить этот Сюрикенчик. Итого, сейчас я решил собрать всех пуджей в одну кучку, и попробую запустить этот слощастный Сюрикен в одного, и посмотреть, что будет. Так, давайте попробуем. В самом крайнем вот это вот запустим. Здесь, поверьте, здесь их очень много. Это все пуджи, которые стояли по вот этой вот траектории, которые здесь до этого были выставлены. Поэтому давайте. Погнали. Пробуем. Это выглядит реально очень классно, так и залипающе. И что, что самое интересное, что бы я вам хотел сейчас сказать, это то, что этот Сюрикен летит по одной и той же траектории. То есть он не рандомно выбирает цель, он летит по одной и той же. Вот запомните, на каком сейчас пуджи закончится это дело все, и потом попробуем еще разочек. Закончилось на вот этом, на вот этом, в самом крайнем вот этом вот пудже. Вот он стоит. Вот еще его крюк мы сейчас можем видеть. Давайте попробуем еще раз. Запускаем вот в этого. Так, и смотрим, на как он сейчас закончится. Закончился опять же на этом. То есть вы понимаете то, что у Сюрикена есть тоже некий скрипт, и он заканчивается на том, на котором он должен. То есть он рандомно не выбирает цель. Давайте пропишем refresh. И попробуем запустить в другого пуджа, посмотрим, закончится он на том же или нет. Так, давайте вот в этого, который рядышком стоит с ним. Нет, как видите, уже траектория получилась совершенно другая. То есть заканчивается не на этом, а где-то вот здесь, вот в этом районе. Давайте еще разочек попробуем. А ну-ка, не успел разглядеть. Вот где-то вот здесь вот. А, ну вот в этом вот, короче, он заканчивается. Так. То есть мы запускаем в этого, заканчивается на этом. А теперь давайте попробуем запустить в этого. Посмотрим, на ком он закончится. Заканчивается где-то здесь. В общем, никакой логики у этого сюрикенчика нету, но летает он действительно красиво. Так, давайте еще разочек пропишем refresh. Так, ну и давайте еще кое-что попробуем. Итак, ребят, продолжаем мы. И, в общем, что я сейчас сделаю. Сейчас я их выстрелил вот в такой, как вы видите, вот ряд. Рядок такой вот получился у нас. И давайте теперь снова попробуем запустить злосчастный сюрикен. Давайте запускаем с самого крайнего. Так, он летит. По очереди летит. Так, теперь переходит уже на каких-то рандомных. То есть сначала он летит по вот этим вот. И в дальнейшем уже переходит на совсем каких-то случайных. То есть, опять же, логика никакая не проследуется. Давайте попробуем еще раз запустить. И посмотрим, он полетит по точно такой же траектории, что и дает вот здесь заканчиваться на вот этот вот. Итого, что мы видим? То есть, опять же, сюрикен летит по нужной ему траектории. Он не летает, как мы хотели бы, вот так вот. То есть, по очереди сначала от этого к этому, потом от этого к этому. И заново, то есть, по рядам вот так. Вот он летает совершенно так, как ему захочется. И что я еще заметил? Давайте я вам еще разочек покажу это. Сейчас мы... Я думаю, короче, вы все видели, когда вот мы в самом начале видео тестили, сразу два сюрикена пробовали запускать. То есть, когда мы их запускали вот здесь, вот эти два сюрикена, то один из них пропадал, и в итоге ничего не выходило из этого путного. Так вот, в чем была проблема? Сейчас я вам попробую объяснить. Уже на примере вот этих вот рядочков. Давайте я вам покажу, а вы попробуйте сами догадаться. Так, запускаем в этого и в этого. Так, и что мы видим? То есть, вот мы запустили в этого крайнего пуджа, который справа, и он отрикошетил всех вот этих вот пуджей. Мы запустили слева пуджа, и он отрикошетил всех пуджей, которые находились по левой части. В чем суть? Когда мы запускаем сюрикен в одного пуджа, например, в правого, он начинает пересхакивать на другого. И тем самым он уже как бы отмечает этих пуджей, на которых он уже побывал, как бы. И уже туда второй сюрикен, который мы запустили отсюда, он уже сюда на них точно не попадет. Потому что, ну вы сами понимаете, как бы два раза сюрикен в одну цель попасть не может. Но это было бы как минимум слишком имбово. Вот. Ну и как бы понятно то, что когда мы второй раз вот запускаем второй сюрикен, до этого мы запускали, вот, когда они вот так еще были стояли. Второй сюрикен просто-напросто пропадал, потому что по тем пуджам, которые стояли здесь дальше, он уже проскочил до этого, и как бы второй уже не проскочит. Вот в чем суть. Я на самом деле не знаю, зачем я это делаю, ну мне просто интересно, как я уже повторяюсь. Не знаю зачем и для чего я это делаю, это видео, он все равно ничего не научит. Но, еще что, давайте проверим. Какой рейндж у рикошета этого сюрикена? Давайте сначала начнем с малого. Вот так вот. Так, рикошетит. Немножечку подальше попробуем. Рикошетит. Давайте еще дальше попробуем. Уже не рикошетит. Так, теперь давайте попробуем чуть-чуть поближе. Вот так вот. Так, не достает. Вот так вот давайте попробуем. Так, достает. Так, может быть, еще чуть-чуть подальше попробуем. И еще чуть-чуть. Так, давайте пропишем рефреш, потому что я чувствую, что таким темпом мы его сейчас совсем убьем. Так, и уже не достает. То есть, примерно вот такой вот рейндж. Вот, вот он рейндж. То есть, по сути, наверное, он где-то вот такой вот и есть. Рейндж самого запуска. Если вот посмотреть, а цели самой? Нет, он чуть больше рейнджа самого запуска. То есть, допустим, мы запускаем отсюда, видим эту зеленую линию. И там вот мы уже, то есть, вот сюда вот досюда мы сможем докинуть, если здесь будет стоять пуш. Отсюда мы уже не докинем. Видите, он начинает идти к нему. То есть, рейнджа рикошета серикена немного больше рейнджа самого его запуска. То есть, вот такой вот рейндж у этого серикена рикошета. Ну, то есть, действительно, достаточно большой. И достаточно такой сильный скилл получается, если имеет такой большой рейндж. То есть неплохой только АОЕ скилл, который можно использовать в замесах, там, в Блэкхолле или в РП, если все цели были предварительно тракнуты. Трак-к-нуты, если что, чтобы не возникло никаких непоняток. Ну, и, наверное, все, что я хотел вам показать. Хотел я еще, кстати, побольше ПУЖ вот здесь вот наставить, как вот продолжить эту цепочку, но ДОТ, к сожалению, не позволяет спаунить, по-моему, более 50 юнитов, может быть, там чуть больше. Но, в общем, есть некое ограничение, и больше я, к сожалению, заспаунить не смог. Вот такие вот дела, ребят. И если вам понравилось видео подобного рода, которое, в принципе, ничему не учит, а просто рассказывает о некой фишечке этой ДОТ, и вообще, я не знаю, зачем я его сделал. Но если вам понравилось оно, то я прошу вас поддержать лайками. Надеюсь, вам понравилось и было точно так же интересно, как и мне. В общем, на этом все. Всем спасибо, ребят. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать разные подобные видяшки, если они вам нравятся. Ну, и на этом все. Всем спасибо, ребят. Меж вам раков, Тим, и пока-пока.